Доброе утро всем! Артёша пытается играть с Кузей Но, по-моему, не очень получается Покажи, что у тебя за штучка в руках Это сердечко у тебя такое У меня вчера был сюрприз вечер Такая красота А Кузина лежанка сюда переехала Потому что Артёша утром подбегает к коту Который спит на подоконнике Кричит, котик, вставай И на пол эту лежанку Сколько я не ругаюсь, пока не помогает Вот ещё помаши, смотри Он, видишь, он играет Похоже, он спать хочет Артёша сегодня подбежал к папе с хлоплями Папа погулять часик! Ну и, конечно, папа не мог отказать Поэтому мальчики ушли на прогулку Я осталась дома и планировала сесть работать Но пока я тут занималась уборкой немного У меня окончательно начал слезать лак И, в общем, я взяла и сняла лак с ногтей И я думаю, уже парни мои скоро вернутся Но если нет, ой, как чихать хочется То я ещё успею немножко позаниматься, Ниланы Вот так вот Глаза слезят Суровый Кузя сидит Кузьма, ты чего такой серьёзный? Ты тоже чихаешь, что ли? Пыль летает, да, скажешь? Солнышко вышло, пыль, всё видно Ой, какой кот хороший В тот момент, когда через пять минут Придут гости Решила я почистить телефон Чтобы освободить место для фотографий Не лезет у меня ничего Потому что у меня тяжёлые фотографии И я решила переустановить несколько программ Потому что зачастую многие из них накапливают много каких-то временных файлов И потом эти программы очень много весят Типа Инстаграма, например Он у меня весил почти три гигабайта Я его переустановила, там 150 мегабайт теперь Ну и в общем, я случайно снесла вместо фотошопа Lightroom А с ним все 150 пресетов Которые у меня есть для обработки фотографий Которые я вручную под себя настраивала Ну, под себя я настраивала не 150, окей, штук 40 Блин, мне придётся по второму кругу это всё устанавливать Опять настраивать Я когда этим занималась, я потратила дня два Ну, не то, что я там прям два дня сидела Непрерывно с телефоном, в свободное время два дня ковырялась Я тогда от этого очень устала И зато потом легко обрабатывать фотографии Ты уже знаешь под какое освещение, какой пресет подойдёт Наложил, чуть-чуть подкорректировал И у тебя красивая фотка А теперь я это буду делать всё по второму кругу Кто молодец? Я молодец Я в машине с Рексой Рекса там её не видно, она за сиденьем сидит на полу Едем мы в ветклинику проверить, что Рексы на коже Что с ней такое, что случилось Поедем в Платную, не хочу ехать в государственную Мне там не очень нравится Мы туда ездим только когда у нас прививки плановые у собаки Потому что там делают бесплатно Программа есть такая социальная Я бы сказала, что жителям Петербурга бесплатно делают прививки для собак Я так выразилась, как будто самим жителям делают прививки Короче, собакам жители Петербурга бесплатно делают прививки Вот, это единственное, по какому поводу мы обычно туда ездим А я хочу вас очень-очень попросить Если вы смотрите этот влог Если я вам хоть немного радости приношу Благодаря созданию своих видео Пожалуйста, поставьте мне на видео лайк, дизлайк Неважно, что-нибудь И напишите что угодно в комментарии Не знаю, хоть смайлик поставьте У меня в очередной раз Влоги попали в какой-то, знаете, как теневой бан в инстаграме Когда не показывается в ленте У меня уже один раз такое было Я вас просила тогда поактивничать И все вернулось на круги своя Потому что у меня сейчас какие-то нижайшие просмотры И люди просто не видят меня в ленте подписок Как будто я не выпускаю влоги Я понимаю, что я там не супер старая У меня иногда бывают скучные влоги Но есть некая планка, ниже которой у меня никогда просмотры не опускаются И сколько людей в первые часы меня смотрят и сейчас Что-то очень странное происходит Вот уже, по-моему, третий день где-то Это ненормально Надо активность чуть-чуть поднять Для того, чтобы YouTube сказал О, это всем нравится Я это всем предложу посмотреть И тогда другие меня тоже увидят Так что, если вам не сложно Просто что угодно черканите Мне будет очень приятно И сразу заранее спасибо за помощь Субтитры сделал DimaTorzok Вышли от врача Посмотрел он Рексу Про шишку на спине Сказал, что это жировик Все в порядке Он сказал, что если будет разрастаться или вскроется То надо вырезать А если нет, то все в порядке И посмотрел он сосок ее деформированный Сказал, что это новообразование На коже Это не опухоль на молочной железе То есть это кожный дефект Сказать Злокачественное, доброкачественное Так, на взгляд, нельзя Но можно сделать стологию Но при учете того, что она такая маленькая Типа смысла нету пока Ну не знаю, хотя странно Людей же сразу опухоль вырезают Это непонятно для меня Но, в общем, сам факт И он настоятельно рекомендовал Стерилизовать рексу Но мы об этом и раньше думали Я честно скажу, что в первые два года Мы ее не стерилизовали Во-первых, потому что Моя мама была против сильно Но как-то она считала Что это нехорошо для животных И во-вторых, у нас тупо не было денег на это Потому что на тот момент Минимальная стоимость такой операции Для рекса, по-моему, была около 15 тысяч Только 13, что ли, может быть, минимум То есть больше десятки Однозначно у нас просто не было Таких финансов на это дело Сейчас мы уже можем это делать Хотя здесь мне сказали, что операция выйдет Где-то в 19 тысяч Надо узнать, сколько стоит в государственной клинике Что-то как-то 19 Это прям жестко Там же еще дополнительно немножко будет Вот, но Это нужно Желательно сделать для того, чтобы Минимизировать риск рака Ружных желез у собаки Так что мы подумаем Обсудим с Элишером этот вопрос Я не знаю Поделитесь опытом Вы как девочек своих стерилизовали или нет Потому что пацанов как-то кастрировать намного легче Проще Кот у меня кастрированный Вообще без проблем В первые полгода мы, по-моему, это сделали И все живет, видите И здравствует Все у него норм Вот такие вот дела А сейчас я поеду В спортзал Элишер Потому что этот чудик Вчера оставил там в залог За замок на сейф Скажем так Ну вот этот шкафчик Где вещи хранятся Техпаспорт от машины И не забрал его И сейчас, когда я в него попросила Говорю, дай техпаспорт Он такой Ааа И надо мне эту карточку Забрать оттуда Потому что, тем более, на мое имя Сейчас мы подъедем Я на минуту Переношину выйду Здесь Рекса За минуту тут с ума не сойдет Пока я заберу с ресепшн Этот документ И потом домой Ты не лопнешь, сынок Не лопнешь? Кто опять семечки на пол кидает? Господи, не семечки, а косточки Почему я постоянно косточки От винограда семечки нет? Сынок, ты же лопнешь Нет Как нет? Отдай мне виноград Нет У тебя теперь виноградовая диета? Ты банану хочешь? Раньше он по пять бананов в день ел Теперь по пол кило винограда Бананы забросил Ты хоть один банан за последние три дня съел? Да Да? Один съел? Ну, это хорошо Отдыхаешь, да? Сидишь тут в кресле, на папе отдыхаешь На почту пойдем? Да Да? Надо отправить подписчикам бьюти боксы Давай Пойдешь со мной? Нет Нет? Один дома останешься Папа-то на работу поедет Да, мама пойдет на почту А ты куда пойдешь? Домой Домой? Мы едем на почту Алишер согласился нас подвезти Подождал нас Потому что мне даже с помощью коляски Не дотащить все эти боксы Целая куча Алишер сейчас Вернулась с багажника санки И идет за коляской Потому что обратно мы пойдем с Артешей сами Да? Да А папу ей на работу Вот А мы Мешочком Прогуляемся Может еще в магазин зайдем Я все думаю Что готовить для бабушки с дедушкой Надо ему еще позвонить Наконец-то мы идем домой Я так долго стояла на почте Я уже ругаться хотела Потому что обычно там все быстро А тут я пришла Два оператора выдают посылки А они только принимают И как бы Я сдаю И всем выдают И выдают И выдают А у меня не принимают Я уже такая Ну не принимать им не умею Вы нормально А почему вы не сидите Ну а потом пока Не оформляли И я их портал Телескому разговариваю И там между собой разговаривали Там Сказывали На операторе Себе Отлично Кто все умеет Но одна Бомбара купала Поэтому естественно Она с работы ушла Вот И Те, которые выдавали посылки Это вообще не операторы были То есть они не разбираются Ну тут мне уже злиться Расхотелось Я Нормально не стою И теперь Домой Всеми метра Меня Обдувает Я надеюсь вам Звук не заглушается Потому что Иногда такие порывы ветра Послезавтра Кстати Вообще ураганный ветер Обещают Гулять в этот день Не хочется Посмотрим как будет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сумасшедший у меня вечер Конечно С этой готовкой Я котлеты сделала Для бабушки с дедушкой И еще сейчас Сыр нарезарю По одна порция Вон стоит готовая Вторая там Шипит на сковородке Еще я тут стеряла Убирала Короче Другом на выезде Первый час уже Надо скорее ложиться спать Потому что я пытаюсь Нормализовать режим Потому что Предыдущие пару недель Я все время не досыпала И мне не нравится Как я выгляжу Я хочу Поспать как следует Пахочки всякие Поделать на днях И вернуться В нормальный Внешний вид Вот Так что я сейчас Буду скорее ложиться спать И мы с вами увидимся завтра Всем пока